Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, я прошу прощения, я возможно буду сидеть кашлять, потому что у меня прям что-то я заболел, вот в какой-то веке прям заболел, действительно прям заболел, температура еще только осталась, вот, неважно, в общем, во-первых, сначала небольшая новость, ну, вы, наверное, видели, что выходит игра 13, 13-й, пардон, вот, потом, скорее всего, я посмотрю, что там будет у меня по подпискам, по всему, будет выходить, скорее всего, наверное, либо Ведьмак, либо серьезный Сэм, сейчас я вам скажу, сколько у меня сейчас точно подписчиков, на данный момент прям точно, я просто хотел сказать примерно, но скажу точно, 993, вот на тот момент, когда я пишу этот ролик, соответственно, грубо говоря, до 1000 осталось 7 человек, ну, там бывает, один подпишется, два отпишутся, вот, поэтому это будет такая плавающая цифра, скорее всего, но, тем не менее, до 1000 осталось совсем всего ничего, вот, да, я на голову у себя такой, потому что я естественный, я потому что болею, вот, кстати, хорошо, что сейчас нету камеры, потому что вот это вот капец, нету, в смысле, ну, вы понимаете, нету видео, хотя подкасты я всегда без видео пишу, это у меня молочко, сейчас, вот, это первый важный момент, про то, что скоро 1000 человек, и, ну, я помню про стримы и про все, что я обещал, оно как-нибудь там в какой-нибудь момент будет, второй важный момент, поскольку у меня все еще так и не начали выходить, то есть я решил сейчас 13 записать и прочее, мне надо было, кто мало не знает, у меня выходил уже про этот ролик, но на всякий случай быстренько упомяну, что я прикупил GTA 5 в лицензионную, первые 10 серий GTA, которые так еще и не вышли, но они записаны с репака, поэтому мне надо было допройти в лицензии до того места, где я становился на репаке, я, собственно, сейчас вот буквально там недавно, я только что, ну, час назад, там еще потом просто побегал по открытому миру, вот, просто потворил хуйню, я как раз до того места дошел, единственное, у меня почему-то ни в какую не захотело запускаться одно случайное событие, которое, то есть оно как бы промелькнуло, я зашел в магазин, вышел из магазина, и случайное событие пропало, и теперь она ни в какую запускаться не хочет, хотя я знаю где оно, оно у меня под запись было, и, ну, потом, ладно, это ничего страшного, вот, возможно, зайти в игру надо по новой, и так далее, а вот, и я внезапно подумал, что поскольку у меня подписчиков мало, ой, ну, мало осталось в смысле до тысячи, в принципе, наверное, одобряют, я уже не помню, сколько там меня, сколько я ждал, пока меня подключили к партнерке киношный канал, когда у меня набралось все, что нужно, по идее, они это делают довольно быстро, там можно потом все это указать, сделать, вот, поэтому я решил, что GTA 5 будет выходить, когда меня подключат к партнерке, то есть теоретически это должно быть недолго, соответственно, если вы сейчас кто-то из смотрящих это видео, и вы не подписаны, вы можете подписаться, ускорить этот момент, и тогда я уже, наверное, буду выкладывать тоже пятерку, вот, ну, просто мне хочется, потому что ее наверняка будут более-менее хорошо смотреть, поэтому мне хочется, чтобы с нее уже капало там какая-то деньга, вот, это второй момент, и третий момент, это внезапно про новый компьютер, но это пока что все еще такая теоретическая, скажем так, штука, наверное, ролик будет называться, типа, как-нибудь будущий новый компьютер, что-нибудь в таком духе, вот, как я уже неоднократно говорил, объяснял, заявлял, я не знаю, как это еще по-другому назвать, что у меня в первую очередь надо бы менять материнскую плату и процессор, это вещи, которые надо менять сразу, обязательно вместе, и обязательно это, потом стал думать, материнская плата же старенькая, корпус, соответственно, тоже старенький, а если она не будет влезать, соответственно, даже корпус будет еще, наверное, тогда другой, плюс там, знаете, вот этот блок питания, там в нем кулер стучит, я его разобрал, смазал и прочее, но он через какое-то время начинает сейчас опять дребезжать, я чувствую, что скоро опять надо будет разбирать, я там смазки туда напихал ему технической, вот, но, то есть он перестал шуметь, но одно время он прям, то есть там уже что-то, то есть просто он крутится, он нормально работает, там без перебоев, но шум такой стоит, что, ну, страшно, неприятно, вот, ну, а процессор, материнка, все это старая, а вот, соответственно, как я уже говорил, если покупать просто новую материнскую плату, вынимать процессор, вставлять, то старый, ну, как-то там у меня какой, i5, да, или i3, а вот, плюс хотелось бы, наверное, все-таки AMD, потому что я уже тоже поговорил, я сейчас объясню, откуда у меня это и чего, вот, поэтому вряд ли буду Intel, потому что, насколько я понял по всему, я, если что, мало ли, я полнейший профан, я не разбираюсь в компьютерном железе абсолютно никак, но даже я по ее вроде как понял, что, ну, на основе, скажем так, разговоров, что AMD-шные процессоры, они уже значительно лучше, чем Intel-овские, при этом стоят значительно дешевле, то есть они, производительность у них лучше, вот, а стоит все это дешевле, вот, вот такой я сижу, вот, поэтому, наверное, какой-то AMD-шный, вот, ну, и начинался вот процессор, прочее, потом не влезет, а еще вот это, вот, и я решил за помощью, собственно, обратиться к Teus-каналу «Одушевные игры», кто, опять же, конечно, вы должны знать, кто это такой, а вот у меня под каждым роликом есть описание на канал, проходите, тоже подпишитесь, человек хороший, без него бы вот этого моего компьютера не было бы вообще, и он, в принципе, мне подсказал, ну, во-первых, вот мы там про AMD поговорили, про все остальное, он, в принципе, мне подсказал такую идею, что на самом деле мне бы надо, по большому счету, просто купить новый комп, причем, что будет сейчас пятюк, нет? В ВКонтакте, мне просто сообщение, но что-то звука нет, ну, и ладно. Мне бы, по идее, просто надо купить новый комп, причем, купить, ну, естественно, не в идеале, в идеальном неком мире, где у меня куча денег, или у меня там, не знаю, донатят тысячами рублей каждый день, и так далее, мне бы, естественно, хотелось там, чтобы там было 3080, чтобы там был один из последних каких-нибудь там этих процессоров и все такое, вот, но, тем не менее, такой сейчас финансовой возможности там не 3080, не даже 2080, там 2060 какой-нибудь купить нету, вот, но мне бы хотелось как минимум 1080 взять, потому что, ну, поменять, потому что, ну, это не, скажем так, не первоочередное, я пока еще на 770 даже многие вещи вытягиваю, но она уже, ну, тоже на 770 ей сколько лет-то уже, хотя бы тысячу, ну, 1080. Вот, а там уже посмотрим. Так вот, он, собственно, и сказал, что самое бы мне главное, это купить сразу готовую сборку, вот, то есть, причем он мне с этим, по идее, наверное, поможет, если у него будет получаться, ну, чтобы мне просто не объебаться и не купить какую-нибудь кературу, вот, но при этом в этой сборке, ну, когда будем там собирать, да, указать, что, короче говоря, что там оперативной памяти, там, что вообще можно, можно, чтобы не было даже вообще, ну, сколько там будет, естественно, встроенных, да, но чтобы дополнительных плашек там не было вообще, а это цену довольно сильно снизит, вот, и таким образом уже тысяч за 40 можно себе вполне неплохой такой коп, который значительно будет уже лучше, чем мой, вот. Самое главное, чтобы там была новая материнская плата, ну, там, ну, вы все понимаете, потому что была плата, которой больше 10 лет, и на которой тестировали, тестировали еще третьего Ведьмака до его выхода, ну, вы сами понимаете, это, скажем так, ну, как ни странно, то есть, она, по идее, хотя этот компьютер у меня на 6 тянул третьего Ведьмака, на 6 гигабайтах оперативки, у меня все, и на теперешней вот основной сборке, а теперь там 16, ведь у меня до сих пор, единственное, в чем это я переплевываю, у меня до сих пор оперативной памяти больше, это тоже, это другому моему другу, вот Митяю, который Митяю, и еще там Лене, мы с ними, с Митяем мы несколько игр проходили, а Леня у нас присутствовал в прохождении проекта Эджайя, они вдвоем на день рождения-то на скинулись и вот прикупили оперативки, за что им большое спасибо, то есть у меня, скажем так, современно в моем компьютере только количество оперативной памяти, это 16 гигабайт, вот. То есть вот такая вот тема, ну, тысяч за 40, это понятно, вообще в идеале, конечно, тысяч 50-60 нужно, вот, ну, чтобы ты уже вот скопил, пошел, взял, я не люблю там какие-то кредиты, еще что-нибудь, что у меня вот есть, вот деньга, естественно, ты должна быть свободной, это при этом, что надо там питаться, не знаю, за квартиру платить и всякое такое, на проезд, вот, опять же, как вы знаете, я недавно на работу устроился, вот, но даже сейчас там, ну, есть определенные долги, с которыми надо рассчитаться, вот. Если даже я, грубо говоря, до Нового года с ними рассчитаюсь и начну откладывать, но это где-то к лету только все это получится, вот. Но, разумеется, возможно, дни рождения будут какие-то подарки, возможно, будут какие-нибудь премии, возможно, что-нибудь там еще, туда-сюда, но я не смогу откладывать много, ну, допустим, то есть при самом радужном, при самом просто радужном стечении обстоятельств, я могу, допустим, из каждой зарплаты по 10 штук откладывать. Это прям вот самый вообще радужный. И здесь у меня к вам не то, чтобы... Ну, это, естественно, требованием быть не может. Но просто предложение, опять же, всем тем, кто, если будет каким-то образом поддерживать канал, сейчас надеюсь, что тысяча наберется и пойдет. Возможно, на стримах будет интереснее кому-то, кто ждет стримов, чтобы там что-то донатить. Но если кто-то как-то хочет финансово помочь и так далее, мне всегда немножко стыдно про это просить, но, тем не менее, я считаю, что если вы имеете возможность и имеете желание, то почему бы не сделать? Если нет, то ничего в вашей жизни не изменится от того, что я лишний раз об этом скажу. Вот. Тем более, что я никогда не был такого, что либо вы донатите, либо я не делаю ролики. Вот. То все, что вы задонатите так или иначе, оно пойдет в фонд вот этого вот компьютера. Потому что сейчас в первую очередь мне нужно вот его, конечно, потому что уже, ну... Ну, просто, знаете, вот боязно. У меня тоже у друга, комп, у которого тоже была материнка 10 лет, он просто разгорел в определенные моменты. Поэтому я, честно говоря, застримаюсь. Комп, конечно, очень хороший. Я к нему привык. Соответственно, там будет новый, там будет все. Возможно, он может быть ткнуть вот этот жесткий диск, который у меня. То есть, чтобы в винду не было ее устанавливать. Вот. Вот. А тот, допустим, жесткий диск отформатировать, ну, который в нем там будет. Потому что, ну, в общем, вот так вот. Вот такая немножко сумбурная фигня. Вот. Поэтому, говорю, если мало ли просто кто-то имеет возможность помочь, ну, говорю, если, конечно, у тебя есть 60 свободных тысяч, ты можешь мне их задонатить, и я против-то точно не буду. Вот. Но у кого сколько, как говорится... Ой, извиняюсь. У кого сколько возможностей есть. Вот. И все, что так или иначе будет сейчас, если донатиться, то это будет идти вот именно, скажем так, в фонд этого компьютера. И опять же, какая-нибудь просьба. Я даже не знаю. Напишите, может быть, в комментах. Может, какую-нибудь тему отдельную сделать или что-то еще, чтобы вы туда отписывались. То есть, потому что, как он был с донатом на клавиатуру на Киви, который почти полгода пролежал, что-то не заходил на Киви. Потом захожу, а там донат на клавиатуру, которая тоже в контроле. Говорю, вот у меня клавы нет. Пойм-пойм, мне кто-то на клаву скинул. А мне Киви не прислал никакого уведомления. Ни на почту, ни на телефон, хотя у меня там приложение стоит. Ничего нет. Я туда захожу, а там 600 рублей с чем-то лежит. Я такой, типа, окей. А как раз примерно за 600 купил себе клавиатуру. Я такой, типа, окей. Вот. Поэтому вы тоже, если что, можете в комментариях под этим роликом. Можете где-то еще. То есть, в принципе, можете этот ролик использовать как вот. Нет, скажите, там сделаю тему, будь ты отписывался. Типа, отправил тебе вот туда-то столько-то там. Там ты посмотрел. И плюс я буду знать, кого, если что, благодарить. Вот. Ну и можете написать, что вы думаете. На какой-нибудь Patreon, еще что-нибудь. Что там. Какие еще варианты есть. Там, по-моему, тоже с тысячи подписчиков всякое. Тоже можно делать. Кстати говоря, с тысячи, по идее, сообщества еще должно быть. Для канала типа этой маленькой соц. сеточки. Туда что-нибудь буду публиковать. Так что вот такие вот дела, по идее, можно сказать, объявляю сбор на деньги на компьютер, общий сбор. Естественно, и там тоже буду вкладываться, но мне еще жить тоже надо. И все такое. Вот. А тут еще и приболело. Сейчас вот у меня завтра на работу не еду, потому что... Вот. И теряется. Ну, как раз бы, день-то день, но все равно теряется. Вот. Поэтому. Поэтому вот так. Вот. Вот такие вот новости. То есть, то, что вначале говорил, будет GTA выходить, наверное, уже пятая теперь, когда наберется тысяча подписчиков, чтобы хотя бы деньга с этого капало. До этого сейчас вот будет выходить тринадцатый. Тринадцатый. У меня вот сейчас, на самом деле, он раскидан аж до первого ноября. То есть, тринадцатого уже записано восемь серий. Опять же, по плейлисту это можно понять. И восьмая еще не финальная. Но я думаю, там либо девять, либо десять будет. Вот. Соответственно, к тому моменту, может, тысяча уже наберется. И там туда-сюда. И уже подключится это. Я просто не знаю, сколько она будет подключаться. Потому что, естественно, как только я увидел, что тысяча есть, я сразу только бах и на партнерскую программу подам. Вот. Поэтому, повторюсь. Все те, кто не подписан, но смотрит ролики, подпишитесь. И тогда будет выходить. Вот немножечко вам такого шантажа. И тогда будет выходить GTA V. Вот. Все. За всем все. Подписывайтесь. Вступайте. При возможности поддержите материальное. Очень сильно поможете. Потому что, говорю, компьютер надо... Ну, просто он беголага. Он старенький. Его надо обновлять. Вот. Причем самое интересное, что вот этот вот старенький мой компьютер, я его даже для каких-нибудь целей оставлю. Потому что у меня же осталось его оригинальное 6 гигабайт оперативки. Ну, там как, две и четыре. Там две плашки. Одна, два, другая, четыре. Вот. Я ее назад воткну. И будет у меня такой компик для каких-нибудь там дел вспомогательных. Не знаю. Каких-нибудь еще. Ну, что-нибудь там можно будет на нем мастерить. Вот. Или записывать на нем какие-нибудь игры, которые там, ну, нетребовательные. Просто, допустим, на этом что-нибудь рендерится большое, мощное. А на нем... Вот. Так-то, по большому счету, и монитор нужен и прочее. Но у меня есть в принципе... Кстати говоря, про мониторы и прочее. У меня есть хороший телевизор самсунговский. Прям хороший. Прям хороший большой телек. Вот. Но проблема в том, что из-за старой материнской платы его как-то очень хитро выебанно надо подкрутить. Отключать к этому компьютеру. Его можно как в качестве монитора использовать. Он большой, хороший. Даже, пожалуй, слишком большой для монитора. То есть, его вот... В него... На нем в плойку хорошо бы играть. То есть, ты подсоединяешь, садишься на расстояние. А вот монитор, который близко стоит, конечно, он великоват. Но он большой, классный. Главное, 16 на 9. Он, наверное, ну, не знаю. Ну, 2К как минимум. Может, я его покупал, поэтому не знаю. В свое время. Вот. И, возможно, соответственно, когда будет новая материнская плата, уже будет возможность его подсоединить. Потому что у меня сейчас другой старенький телевизор. И прикол в том, что, допустим, у меня комп вытягивает совершенно спокойно разрешение 1440 в играх. А вот. Но этот телевизор, который я использую как монитор, он не видит больше 1080. И поэтому, если ты ставишь на расстоянии 1440, он пишет, этот формат не поддерживается. У меня темный экран. Вот. Поэтому приходится... Приходится действовать вот так. Вот. А за всем все. Всем всего доброго. Игорь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok